Сегодня у нас 19 января 2018 года 19 года, да, и крещение, крещенский праздник Кто еще не искупался, до 12 ночи можно успеть получить благодать, как говорится А мы собрались, потому что у нас сегодня, так сказать, запланирована очередная наша встреча И за праздником мы даже ее сдвинули на 2 часа И, как показывает сегодняшняя наша встреча, это более удобное время Более урожайное Да, потому что люди к 2 часам подтягиваются, успевают как-то собраться Вот, и, как всегда, мы будем говорить о том, что нас интересует, волнует Вот, а темы вы можете задавать сами Те темы, которые вам интересны, о чем бы вы хотели поговорить Вы можете ее вынести на общее обсуждение И у нас потом начинается такое, я вам скажу Вот, что, как бы, этим процессом довольно сложно управлять Но опыт показывает, что когда больше импровизации, то, как бы, и удовольствия больше А у нас клуб все-таки позитивного общения Там еще 2 человечка прячутся, так сказать, потому что мы уже даже не помещаемся Ну, и давайте мы пойдем просто по кругу Нам нужно все-таки назвать свое имя Перед тем, как вы скажете, кто вы, что вы, несколько слов буквально То есть мы сейчас сразу не говорим там Да, и о чем бы хотели поговорить Ну, давайте тогда 2 слова, допустим, Александр, видеоблогер Четко, вот так бы всем, да, тогда можно Ну, можно и чуть больше, да, хватит Юрий Еще короче Любопытный хам-одиночка Да, одиночка главное Главное предупредить Хам главное Чтобы не нарывались Анатолий Ищу свое место в жизни Ну, отлично вообще, мне нравится Александр, обыватель Отлично Нашедшее место в жизни Инга, преподаватель Ну, и там Что-то еще, но это уже не так важно Ирина Просто Ирина Алексей Моя вотчина Это шоколад И я очень рад, что его тут обильное количество Шоколадный магнат Нет, ну не магнат Причастливый Магнит Он притягивает к себе шоколад Сергей Любитель это сантуризма Все Очень лаконично Елена Сегодня я реставратор А завтра может быть еще кто-нибудь А что реставрируете? Мебель Мебель А, мебель Инна Учу, лечу Сначала лучу Потом лечу Наоборот Без разницы Можно посчитать, что я между двумя И... Голос закатан Голос закатан Они радикально отличаются? Совсем разные Совсем разные Так, Дима, делаю все подряд Вот, рассказывать не буду Дима, ну ты возьми стул Значит, я не беру Ну, хорошо А вы? А меня зовут Виктор И все, пожалуй Меня зовут Ираида Я автор-исполнитель Живу в станице Гастагайска 25 лет Самостоятельный, как бы, человек Который никогда нигде Ни себя не записывал Ни в какие компании То есть, одиночка До сегодняшнего дня Да, да Нет, ну парусники меня тоже Себе постоянно приглашают Даже включили мои два рассказа В последний одиннадцатый альманах А я хотела вам подарить Своё стихотворение Которое я написала Ещё в 2007 году 12 лет назад Церкви анавских купола Морской солёный бриз Прозрачные загадочные небеса Как много тайн проникывает Художники, поэты, музыканты И другие одарённые талантом Да будьте счастливы всегда В своих творениях Ведь вам от Бога даны все эти чудеса Любите жизнь людей И Родину родную Цель вашей жизни на земле Творить добро И раскрывать таланты Словно красивую мелодию Играют музыканты Да, будьте счастливы всегда В своих творениях Ведь вам от Бога даны все эти чудеса Браво Спасибо Я ехала на маршрутке На двух Девочки Можно я постою немножко Я устала сидеть У нас свобода Свобода Ну и Алексей Я сегодня ведущий Ну у нас Так сказать Вакансия ведущего Она Она вакантна То есть мы можем Эту позицию Так сказать Периодически Передавать Совмещать Передавать кому-то Поэтому И давайте Темы Мы можем в любом порядке Предложить Свою тему И если кто-то хотел бы уже готов Это сделать То Пожалуйста У нас обычно Юра задает тему Да По традиции Юра Когда он присутствует Могу А должен ли Вот в чем вопрос Есть какие-то табу Нет Нет табу Включая Ну у нас Есть Едется запись Если там смотрите Что У нас Ну как бы Не Не разрешается Бить друг друга Ругаться Парнографии Не цензурно И это Наркотики Запрещаем Дима там не Тяжелые Тяжелые Мебель ломать Бить посуду Нежелательно Придется платить А вот Отвечайте все За свои слова Сразу И я видеоблогер У меня все пишется Потом Просто мне не нравится Как говорят Вырежьте вот этот кусок Сразу Себя контролируйте Вырезайте на месте Отстались Уважаемый блогер Я предложение вношу Чтобы все Свои телефончики Оставили для контакта Друг с другом Может кто-то с кем-то Потом захочет Поговорить по телефону Пообщаться Поделиться своими Какими-то идеями Новинками Это будет очень интересно Потому что на следующий раз Эти люди уже придут Более подготовлены Спасибо Но это то что касается Организационных вопросов Самое удивительное Что у нас нет Такого секретаря Который бы Всех обзванивал Нет Зачем Листочек по кругу Один человек Главный Листочек по кругу Эти люди будут Главному звонить И спрашивать Вот и все Ну кто у нас Хочет быть главным Я завел Вконтакте группу Она так и называется Клуб позитивного общения Так что разыскивайте И там Данные по крайней мере Когда Следующее заседание Где и во сколько И еще у нас Не приветствуется Перебивать друг друга То есть Извините Я просто Решила Не Это не к вам Это у нас Меня взяли и перебили Да Я не закончил Юра Мы слушаем Я о долгах наших Извиняемся Тяжких Предлагаю Поговорить О чувстве долга О чувстве Выполненного долга Ну и вообще А должника В самом широком смысле Об ответ Что мы Можем А что должны А что мы Еще и хотим При этом И каковы Сочетания Желания С долгом Могут сочетаться Конечно И возможность С долгом Как она сочетается Что же сочетается Опять же С желанием Или с нежеланием Отдавать долг И вот Вина и долг Это близкие Понятия Может это одно и то же Это родственные слова Повинность Это же долг Вы не коллектор А то мне все время Кто-то звонит Кому-то задолжал А они продали номер Он оказался Он пришел выяснить Он пришел выяснить Нет Я коллега А вам коллега Кому чай Что у нас есть Короче Тема долга На сегодня Во всяком случае Долг Да много всплывает сразу Долг Вина Да и с этим же связано Чувство Ответственности Мудрости Серьезности Нет Чувство контроля Желание контролировать Тоже Себя или оттуда Обычно когда долг То это связано с контролем Тоже Кто-то тебя долг Может Хочет контролировать Я так же А тот кто дает Тот кто дает долг Он как правило Хочет тебя контролировать Это я по своей жене знаю Ты о ростовщиках Хороший пример И о ростовщиках тоже Я думал о тебе По-моему родился Долгом Обязан В первую очередь Быть счастливым На мой взгляд Вот это Святой долг Каждого Каждого перед собой А вот какими путями Это как Очень пространно Нужно как-то Потому что долг Сразу к кому Это как в тюрьму Камеру зашел Ты уже должен Виктор уже Жену Поминул То есть это семейный долг Это долг Любой долг Что связано Со словом долг Долг перед родиной Долг перед родителями Долг перед детьми Перед школой Перед пионерским отрядом Перед партией Перед Я не знаю Потому что долг Он как нечто сверху А вот то что ты говоришь Вина Это то что изнутри У человека Прощение долга Своего Кому Можно поговорить Ну если мы почитаем Беседы с Бога Доналда Роша Он вообще говорит Что никто никому Ничего не должен Хорошие дела Только себе На каком долге Тогда мы говорим Себе самому Кто это сказал Хорошо Если материалы Долг Кого считай В 96-м году Заняла 900 долларов Одной даме Не расслышал Она мне два месяца Платила 10 процентов А потом исчезла И все Больше я ее не видела Пошла Она суслала Три года Ни ее Ни деть Ни их Простить И забыть Так уже И так забыла 900 долларов Сколько Это процентов Убежало Доналд Олдж Беседы с Богом Это такая же Очень много лет назад Это ему Бог сказал Да Наверное Послышалось ему Но вообще Это совпадает С позиций Даже вот С религиозными Традициями Что если Кому-то что-то дал Забудь Забудь Да Если родился Уже грешен Грешен Человек всегда должен Это правильно А родители Дети Тут как Тем более Но тут Семейный Бог Уже святой Родители подарили Детям жизнь Дети Им благодарны Должны быть А чиновники Вот тогда Здесь вопрос Где долг Где благодарность Благодарность Долг Это разные вещи Сходит к тому К вопросу мироздания Опять вскатывается Сейчас по-другому Никак не получается Кстати Замечательная Тема Уточнение Насчет благодарности Да Вот как она тоже С долгом Сочетается Ну да Где вот этот Водораздел Вот это же внутренне Благодарность Это дар Да Вроде подарили А вот Благо подарили Бойтесь Дональцев Да Да Несущий Бывает ли подарок Бесплатный Не как сыр Мышеловкий Ницше об этом Любая благодарность Одариваем Это тяжкая Наша Быть одариваем Вот может Легче там просто Под расписку Взять какую-то сумму Там С процентами Или без Не важно Легче Верните Чем Чем Брать Чем тебя Душевно Поблагодарили Тебя Обласкали Потому что Ты такой хороший Приятный А потом Выясняется Что Ты должен Ты уже От этого человека Не можешь Никак отделся Он тебя тяготит Да Тяготят Я думаю Хорошо Что это все У вас А не у меня Я думаю Что Это деньги А не какие-то Серьезные вещи Да До 90-го года Не бриллианты Надо начать Вообще С этого понятия Долга Что такое Долг И вообще Откуда оно взялось Его историю Происхождения Потому что Насколько Мне кажется Что В природе Как природа Развивается Животный мир Допустим Нет такого Чувства долга Допустим У животных Нет чувства Долга Перед детьми У детей Нет чувства Долга Ну у животных Нет чувства Долга Перед родителями Значит У Допустим У цветка Нет чувства Долга Что Он должен Пахнуть Как-то Что он Должен давать Семена Что В природе Как-то все Устроено Так Что все Оно Самоорганизовывается То есть Вот эта Органическая Жизнь Которая Частью которой Мы являемся Она как бы Самоорганизовывается Без этих понятий Чувства долга Чувства Ответственности Стыда Или там Чувство контроля А программа Заложена Заложена программа Это то же самое Что долг Понимаешь Обожди 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 Я сейчас говорю О слове Долг Который В природе Такого понятия Не существует Понятие мы рождаем Потому что Мы Как часть природы Должны развиваться Тоже органически Органически И пользоваться тем Что в нас заложено Изначально Природой Заложено А не тем Что в наши мозги Нам вкладывают Потому что У меня такое чувство У меня такое чувство Долго Да У меня такое чувство Что я рожден С этим чувством Долго Что я должен Своим родителям Потом Я должен Школе Я должен Родине Которая Называет себя Стране Которая Называет себя Родиной Но когда она Хочет с меня Что-то взять Она называет Страна Называет себя Родиной Начинает называть Я должен Родителям Потом Когда я становлюсь Родителям Я должен Или там Иду работать Я должен Родному заводу Я должен Там еще Кому-то Я всем должен Я должен платить Тексы Ну Эти налоги Я Я рожден С долгами Я живу С долгами И с долгами Я умираю И эти долги Переходят На моих детей От моих детей К моим внукам И все это тянется И не все переходят Ты еще должен Лежать по стойке Еще должен Тихим запахом Лежать Чтоб мне это Не дай бог Не в ту сторону Положили Вот Ты должен Или быть Сожжен По одним Так сказать А пепел твое Развея А по другим Там законам Ты должен быть Похоронен По третьим законам Ты вообще там Высушен должен быть Вот То есть Вот это вот Мне кажется То что в нас Закладывают Вот это чувство Долга Можно без него Обойтись Потому что У тебя есть Естественное Желание Естественное Заработиться О своем потомстве Долга Приятность Желание Сохранять свою жизнь Если ты хочешь Сохранять свою жизнь Естественно Ты будешь Соблюдать Определенные законы Определенные Правила Поведения Ты не должен Это делать Но Исходя из чувства Так сказать Самосохранения Ты просто Будешь это делать Если ты Любишь свою жену Ты ее люби Но если она тебе говорит Что Ты должен Это делать Ты ее не люби Потому что Вот это чувство Долга Оно настолько Извращает Отношения Человеческие Потому что В принципе Оно извращает Нормальные отношения Органические отношения Если бы они были У стаканина уже Эти отношения То не было бы Необходимости В урегулировании С помощью Вот этих рычагов Типа В людях Внутри Нравственные законы Организованы Вот Канк сказал Как Две вещи Меня потрясают Звездное небо Над головой И нравственный закон Внутри меня Правильно? Нравственный закон Это значит Не то что Ты бросишь детей Или бросишь Кормить родителей Которые Перед смертью Не в состоянии Себя Обеспечить Правильно? Значит Он в тебе существует И его ты должен Выполнять Это твоя Ты не должен Ты его выполнять А не должен Значит ты превратишься Уже В какого-то Медведя Или собаку И у собак У них тоже есть Должен Кто такой Я знаю Что он философ Кто он такой Для тебя Кто он такой Ты его лично знаешь Зачем мне его знать Достаточно Я его мысли читаю У него была своя жизнь У него была своя эпоха У него были свои условия В которых он вырос Понимаешь? И он Вместо того Чтобы на заводе работал Философствовал Понимаешь? Нет А он не обязан Зачем так Я шучу Вот эта формула Конкретная Она ведь универсальная Она универсальная Я согласен Нравственность у каждого своя Я согласен Но нравственность Мне кажется Что в каждом Конкретном случае Жизненной ситуации У тебя должна быть Своя нравственность Так он об этом Ну говорит Непостижимая Как звездное небо Красивая метафора Зависит от степени его развития Она Пожалуйста Ты свободен Кому-то нравится Брать деньги в долг И не отдавать Это тоже Вот такая извращенная Нравственность Кто-то удовольствие получает Я знал одного ворюгу Он вор Вор в законе И он никогда не скрывал Что он вор Но он мне так нравился Как личность Потому что он был честен Он не говорил Что он там Какой-то Он говорил Что он вор И он Все что он умел делать Хорошо воровать По карманам шарил Да нет Не по карманам Вор Который занимается Профессиональный вор Он по карманам не лазит Домушник Он руководит сообществом Он руководит сообществом Щипач там Или что он там У него своя профессия есть Нет Он Судья По крайней мере Это откровение А люди Которые у власти Допустим И навязывают нам Долг Долг перед Родиной Вот я подумал Блин Я на двух стульях сижу Вот какая у меня родина Америка Россия Белоруссия Ну как Как назвать родину Если начнется Считать уже не можно Если начнется заваруха За кого я пойду Это когда вот жен часто меняют У них тоже чувство Теряется Да Им уже все равно Или что Ничего не собрали Уже никому не должен Да никому не должен Знаете Когда мы детей провожаем в армию Да Говорят Долг перед Родиной должен отдать Детей рожают мамой Да Покупают им одежду Обувь Оплачивают детский садик Школу Далее Дают образование За свой счет Да Оплачивают квартиру Государство чем помогло Почему долг перед Родиной А не перед родителями Какой долг перед Родиной У ребенка К 18 годам Никакого долга нет Детский садик Построго государства 18 лет он же Какой долг он перед Родиной имеет Если бы все родители Довали для него Государство Аппарат насилия Более старшие Охраняют младших Подкармливают Руководят Где-то Где-то палкой Про родители Алексей Давайте Подключим Ну тема действительно Очень глобальная Вот я слышал Во-первых Ну давайте Я по порядку Так озвучу Во-первых Хотел небольшое возражение Сделать Виктору По поводу того Что Нету долга В природе Нету долга В животном мире Или в растительном мире Я тоже соглашусь Юрием Что Он заложен В принципе В эволюции Если просмотреть Ну то есть Если не цепляться К долгу В нашем сознании Как это воспринимается Человеком То есть Какая-то там Финансовая система Или система подарков Более абстрактно Посмотреть на долг То в растительном мире Он тоже имеется Вот смотрите Когда дерево растет У него получат Там Плоды Да Там яблони Допустим Яблоки упали То есть Яблони выросла Свои плоды Яблоки Когда опадают Они подпитывают почву То есть Они сами Это как Ну как бы Как родитель Вкладывает Свои усилия В своих детей То же самое Яблоня Она вкладывает Свои усилия В те плоды Которые От нее потом Отпадают Это уже Это уже Независимые Там Другие деревья Получаются Это те усилия Которые Которые Уложило Растение Животный Мер Стая Когда охотятся На там Тигры Охотятся На какую-нибудь Зебру Они вместе Охотятся Каждый Вкладывает Определенную Лепту И долг Ставе Потом Поделиться Этой добычей То есть Если один Заберет То это получается Как бы Он взял Ну то есть Некий Некий Грабеж Общего имущества Сильный Слабый Силет Силет Это тоже В человеческом Обществе Это как будто Там Киданули Должников Этих И Забрали себе Всю прибыль Поэтому Природа И выстраивает Вот эту вот Систему Изначально В эволюции Так произошло Что В конечном счете Человек Как венец Творения Он Видимо Преобразил Вот эти вот Природные Свойства Заложенные Как репродуктивные В более сложные Финансовые Экономические Системы Долговых Обязательств По сути Это какая-то Такая аналогия Это первый момент И второй момент Если смотреть С точки зрения Религия То Все получается Еще более Интереснее Потому что Религия Нарушает Законы Природной Эволюции Потому что Она говорит Прости Долги То есть Меняется Вот это Полностью Вся система Природы Вся система Эволюции Которая Заложена В природе Вот ты говоришь Не заложен Долг в природе Я считаю Я считаю Он наоборот Заложен Но человек Если он Религиозен Он Преодолевает Инвертирует Эту систему Потому что Молитва Очень наша И оставь Нам долги Наши Как и мы Оставляем Должником Нашим Человек Просит у Бога Чтобы он Простил Долги И он В свою очередь Так как он В свою очередь Прощает Долги Насколько ты Простил Насколько и тебе Будет Прощает Вся экономическая Система Вот ты говоришь Долги Не будет ли Алексей Там Говорить О ростовщиках Вся Система Государств Вся система Мирового контроля Построена На долгах Вот ты В Америке Жил 20 триллионов Долларов Или сколько 200 триллионов Долга Долга Общемирового Которая Невозможна В принципе отдать Это система Рабовладения Вот И религия Ну по крайней мере Христианство Она говорит Вот не надо Нарушить эту систему Я сейчас Считаю Ветхий Завет Вот буквально На днях читала Какая-то там Второзаконие По-моему Каждый седьмой год В Ветхом Завете Закон Моисея Прощаются Все долги Если ты Там должен Как кому-то Если тебе должны Твои соплеменники На седьмой год Прости все долги Меняется система Вот представьте У нас сейчас Государство Вдруг вся ипотека Там прощена На седьмую Семь лет Подавал Я в этом хоба Ну это Такое бремя Спадает с людей Вот у меня Там друзья Москвичи Которые Там Многодительные семьи Они так Перегружены Долгами Просто вот Задыхаются Там Трехкомнатную квартиру Сдается А арендует Двухкомнатную Прибыль Там пытаются Эти дыры Как-то Закон Моисея Не для тех Кто должен А для кредиторов Чтобы они успели За семь лет Выпотрошить Эта система Она Рука-руку моет Все подобное Рука-руку моет На самом деле Моет только сильно Вот возражу Вот смотрите Америка Они да Они нахапали Огромное количество Раздали Огромное количество Там Это большой вор В законе Но в итоге Это как знаете Как напичканный Там Стероидами Человек Вот он качком стал Но по сути Он утратил здоровье Он добился Там Краткосрочного Суперрезультата Получил там Славу Деньги А потом умер То же самое Америка У нее сейчас Колоссальные проблемы Потому что Вот за счет Этой неправильной Системы Долговых обязательств Все как бы Неправильно У нас на Руси Смотрите Как эта система Работала Ну давали долги Но ты потом Кабалы не было То есть ты мог Ну прогореть Но потом прийти Там с повинной И как бы Вот целая система Меценатства была Понимаете Сейчас Это очень агрессивная Токсичная Система Долговых обязательств Апофеоз ее Это Америка Которая не знает Что делать Потому что Китай Там накопил Огромные деньги Американские Америка уже Там Америка не знает Что делать Поэтому ничего не делает Это система Прекрасно она себя чувствует Этот качок Еще Долго будет качать Ну может быть Алексей Все таки вопрос А чувство долга Оно Как бы Положительное Для тебя Или Все таки Негативное Вот То что касается Личного Отношения Я пока не знаю Это Такое Об этом надо думать Но Я просто смотрю Как это в мире происходит И я понимаю Что Долг Он С точки зрения Религии Крайне отличается От того Что у нас Есть Вот В государстве Есть В финансовой Системе Есть Может быть Между людьми То есть Религия Она кардинально Меняет Это понятие И это на самом деле Нерв Религии Нерв отношения Человека с Богом И нерв И Некая Некая тональность Которую Бог Дает Людям Прощайте Долги В еврейском Обществе Вообще Законодательно Было Прощать Все долги Каждые Семь лет И вот Это Нам тоже Размышления Это Они По отношению К соплеменникам Да К соплеменникам Но Это уже А мы Огои Для нас Рубы А вот Христиане Ну Не совсем Кто Помнит В какой веке Появился Судный процент Когда его Узаконили Мы уже Отвлекаем Мы сейчас Улетим Ну Чтобы Закончить С Великой Ты никогда Не закончишь Нет Вот Сегодня Мы бы Закончили И возвращались Не растекались На эту тему Смотрите То что Касается Иноплеменников Новый Завет То есть После Иисуса Христа Эта тема Была Более расширена Хорошо Внутри Христианства Мы все Иноплеменники То есть Каждый Внутри Христианства Каждый Свой человек Каждый Твой друг Он тебе Иноплеменник Вот Твой враг Это твой враг Каждый Каждый Вот Как мы можем Говорить О христианстве Всерьез Если Один из Основополагающих Функциональных Законов О судном Проценте Вот Был Изменен Против И Ветхого И Нового Завета И стали Благополучно Взимать Смотрите Не согласен Церковь Даже сейчас Православная Вот Исповедь Когда происходит Есть грех Лихва То есть Не брать Сверх Доходы Сверх Прибыль Ты можешь Это растяженное Понятие Одну копейку Один процент Берешь Значит Ты не христианин Нет Такого Знаете Вот Формального Формального Подхода Когда Еврейское Общество Давало В долг Семь лет Это был долг То есть Ты тратишь Свои деньги Подождите Подождите То же самое Даже с современной Православной церковью Она не дозволяет Брать сверхприбыли Но дозволяет Брать Умеренную прибыль Это разговоры Это не разговоры Если Отдаешь Больше 200% Это грех 10% А кто это решил А инфляция Сожрешь Ну это Вы же знаете Мы сейчас Крышка Вот так же Уходим Никто Одной инфляцией Не удовлетворяется Александр Вы хотели Что-то сказать Ну да Я говорю Вот о проценте Это скажем 200 грех Ну А ты будешь Брать 10 И сдохнешь Потому что тебе Не хватит Даже В грешном обществе Да В нормальном обществе Нет Просто индексируем Забудем о инфляции Она индексируется Элементарно У меня такое ощущение Что это какой-то Бабайкарский клуб Экономический клуб Это заложено Это заложено в генах Это заложено в животном мире В генах Но Ни одно дерево Ни одно дерево Не предъявит Претензии к семени Не скажет ему Твой долг Прорасти Ни одно животное Не скажет Своему Потомству Ты блин Смотри Расти так сказать Здоровым Скажет Скажет И волки Когда делятся Зебро Может быть не скажет Приказь Антония Но скажет Я люблю тебя Расти пожалуйста Вот и все Вся программа Реализована Так я об этом же и говорю Что нет чувства долга А есть чувство Налогии Чувство Любви И когда ты Биолог Биолог Программа Вот про атрофическую Кооперацию Конкретно Волки на самом деле Зебры не едят Потому что они Прострастно разобщены Да А они других Копытных едят Вот И группируются Вставят Только на время Зимней охоты Потому что Летом Распадаются Напады И каждый Волк Он заинтересован Существованием Своей стаи И это Его и гонит Да Потому что Не будет стаи Он просто Не сможет Сам себе Добычу В зимний период Обеспечить А то что У вожаку Попадает Самый жирный кусок Так это за то Что вожак Потом обязан Просто о стае Позаботиться Он это отрабатывает Конечно Он это отрабатывает То есть это долг Да у них нет Нет У него Понятия Жирный кусок Это инстинкт Можно Инстинкт Это и есть Это не долг Он наш термин Подождите Он не расценивает Это так долг Не надо экстраполировать Человеческие представления На все остальное Привожу пример Может быть я экстраполирую Вот пример такой Я наблюдал сам Наблюдал сам Я наблюдал За маленькими Ну потомство Коз И вот так получилось Что один козленок Он жил без Как бы Матери Без козы И он Ну А инстинкт Допустим Получить Молоко У него Сформирован Волод И он Его не мог получить Потому что Другая коза Ему не давала Просто пить Когда он подходил Она его просто Бодала И он Отлетал Вот Но он Он просто Как бы У него вот это чувство Что Это несправедливо Ему должны И он все время Все равно К ней подходил И получал И все время Отлетал В результате Он вырос Очень бодливый Сам То есть Он И потом уже Наравне с этой козой Которая его Все время бодала И он Вот от такой Несправедливости Испортился Характером Там И все такое Но вот это Меня поразило Вот это чувство Что Он как бы Понимает Что Происходит Какая-то Несправедливость Что Он не понимал Что это не его Как бы Мама Эта коза И он Все время К ней бежал И получал И очень страдал Вот Поэтому Я все-таки Склоняюсь к тому То что Вот реальный факт Что В животном мире Вот это чувство Долго Оно тоже Как бы Ну может быть Как программа Но оно как-то Заложено Вот Ну скажем так Ну вот все-таки Лично это Должна была Коза ему Или нет Тогда Тогда Это не должно Не должно Чувство долга Тогда Это Коза И именно Это Коза Не должно Было Алексей У зубров Такая ситуация Они чужих Подбирают А бывает Что подбирают Да Если заложено Чувство вины Если ты долг Не отдаешь Чувство вины Возникает Или нет Угазы Или вот Цыпленка Цыплята Если взять Маленького Цыпленка И подбросить К почке Чужого Она его Отшвырнет Но если это Сделать ночью Когда она спит И она утром Просыпается И она видит Его среди своих Она его не будет Уже отбрасывать То есть Как бы Важно принятие Что произошло Ну то есть Там есть Свои нюансы Как бы Каждый Давайте все-таки Послушаем Сергея Сергея Да А мне Я только Слушаю вас Ну вот Всех У меня пока Не сформировалась Мысль А как вы относитесь К чувству долга Там К этой теме Которую мы Да В чем суть К этой К этой теме Я отношусь Вполне И реально И нормально Ну в принципе И так Спасибо Именно Мое мнение Такое Я Елена Да Я думаю Что Вот когда человек Думает О долге Постоянно Это Создает Напряжение Вот такое Давление А если есть Давление То соответственно И сопротивление Возникает То есть Нежелание Какое-то Чувство Тревоги Вины Да Вины Не буду я отдавать И все Неприятные такие Ситуации И все же Все зависит От внутреннего Настроя От внутреннего Состояния И отношения К таким вещам Есть люди Которые Легко Это все Воспринимают Вот И Даже По сути Долг Долгом То не считают Например Вот Некоторым Детям Ну Трудно Понять Что нужно Отдать Долг Перед родителями А других Это совершенно Не тяготит Вот Они выполняют Свой долг Даже не считая Это своим Долгом Они делают Это с удовольствием Так же Некоторые Золотые слова Нет Если с удовольствием Это не долг Да А Вот Для кого-то Это будет восприниматься Долгом А для кого-то Это вообще А для кого-то То же самое Это просто радость Некоторые Некоторые Люди Легко Расстаются С деньгами Вот Я занимал Я легко Отдам Я даже Не считаю Это долгом А Некоторым Очень сложно Отдать долг То есть Я хочу сказать Что И наоборот Некоторые Дают долг Легко От внутреннего От собственного отношения К этим понятиям К таким вещам А в отношении Живого Их это не тяготит У них Программа Такая Инстинк Ирина Ну я Вот по этому поводу Считаю Так Ну вот Виктор уже говорил Что Такого рода Слова Я считаю Что все Самое лучшее Делается из любви А все самое хуже Делается из долга И там Долг детей Перед родителями Или родителей Перед детьми И делайте для своих детей Что-то Потому что Вы их любите А не потому что Вы должны Точно так же Обратно То что делается Из долга Ну Это из Не знаю Из рода Извращенности Все болезни Эти психологические Мне кажется Это сродни Какой-то психологической болезни Что я вечно должен Просто делай Из любви Это стресс И больше ничего не нужно И не будет вопроса Вот хорошо это Или плохо Ты сделал хорошо Это сделал приятно Кому-то кому-то захотел И ты уже не думаешь Вот должен он тебе Или не должен Обратно Ты просто сделал И все Ну и так же Обратно Должно А там Рассуждают На тему долгов Ну да Там кто в банке Взял Тому конечно Тяжело Я не спорю Я стараюсь Не брать кредитов Получается Да Я тоже Это опять Кому сколько нужно Для счастья Ну да Это вообще Проблема сейчас Больше половины Нашего населения Говорят Вот живут В этом стрессе Слово Слово Так я считаю Меня зовут Александр Я считаю Что долг Возникает Там Где есть Или присяга Человека То есть его Добровольное Желание Взять на себя Какую-то ответственность Перед кем-то Поклялся Да Или Когда на него Накладывают Какую-то Обязанность То есть Такое Вне Ну Самый простой Пример Это вот Присяга Да В армии Пошел Вот я Принимал Несколько Присяг То есть я И все Добровольные Да Во времена СССР Клялся Значит Вот На верность Родине Советской Родине Потом Когда вот эти События Произошли 90-х годов Ну я правда В это время В милиции Служил Клялся Уже Как сотрудник Органов Внутренних дел На верность Закону И народу Вот Когда я в казачество Вступил Я клялся Ну Родина Там Отечество Все это осталось Но еще и такая Клятва Атаману То есть Выполнять Приказы Атамана И все Что с этим Связано Вот Ну а когда Это вот Добровольное Такое Никто Не заставляет Самого Ну бывает Конечно Присяга И под Принуждением А Когда Откуда-то Она идет Извне То это мы Вот видим Опять же На Примере Законов Которые Нас окружают Появляется Закон Мы его Должны Выполнять То есть Мы жили Без этого Закона Вот допустим Сейчас Закон Вышел Новый Об ответственном Отношении К животным Вот Мы обязаны Уже Сейчас По этому Закону Пересмотреть Своё отношение К животным То есть Мы выгуливая Теперь У кого имеются Животные Должны за ними Там Собирать Все их Там Продукты Жизнедеятельности Мы должны Значит Ну я не знаю Я закон не читал Но вот В других странах В Америке Допустим Если ты берёшь Животное Ты должен Во-первых Платить за него Налог Если Или Стерилизовать его Вот Если ты не имеешь Цели Как бы Заниматься Бизнесом По Вот Размножению Как называется Ну выводом Да 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 Но если у тебя бизнес Ты платишь налог Если ты разводишь Животное Да Ну я читал Что если Ты не имеешь Такой цели Ты должен Стерилизовать Животное Обязательно Не на Нет Ну может В некоторых штатах Каких-то Животного Ладно Спрашиваю Ну это ладно А потом У религиозных Людей Вот Лена Да Говорила Что Долг Родителей Перед детьми Детей Перед родителями В принципе Для Вот допустим Человек Когда принимает Крещение Он же Клянется Верности Богу Да Иисусу Христу Вот Перед ним Будет Исполнять его Заповеди А этих заповедей Очень много И сразу Общение В младенческом Возрасте Нет Ну я имею ввиду Во взрослом А потом Когда ребенок Его Приемники Которые Крестные родители Если ребенка Крестили В таком Младенческом Возрасте Они обязаны Его воспитывать Обязаны Должны Воспитывать Его Православных Традициях И прививать Постепенно Они как бы За него Они поклялись За него А потом Ему передается Вот эта вот Уже Самостоятельность В этом отношении Они должны На него Навесить чувство Долга Ну Выходит так Да Потому что Человек В общем-то Сам порой Теряется И теряет Вообще Должен он Родителям Не должен Должен он Жене Вхранить Верность Не должен Он не знает Сейчас тем более Законы Такие Свободные Нравственность Поэтому Получается Хаос В отношениях В обществе И В общем Ну вот И вот Мои мысли Такие Хорошо Можно ли Хранить верность Но Не отдавая Супружеские долги Пришла такая мысль Походу Давайте еще Вот Не высказывай Ну Все о чем Мы тут рассуждаем Да Психологи Давно сформулировали Что если человек Что-то для кого-то делает Значит Ему самому Это надо Ему хочется Это делать Если человеку Не хочется Что-то делать Он не будет делать Я совершенно согласна С Ириной Да Очень импонируют Ее слова Что даже Ухаживать за родителями Если родители При своей Активной позиции Давали ребенку Любовь Давали заботу Он обязательно Отплатит тем же А если это было Просто чувство долга Как надо вырастить Хорошего Пошли на общество Там Да И дисциплинировать Дрессировать Его То конечно же Отдача будет соответствующая Если все построено На любви Как Ирина сказала То никакого Долга не будет Я делаю это Потому что я хочу Потому что Я спешу к человеку Мне хочется ему помочь Мне хочется Приободрить Принести что-то Сказал там Теплое И от этого Я получаю удовольствие Я получаю Обратную связь Такую Да А если мне не хочется Идти к этому человеку Знаете Как у нас говорят Если человек хочет Он делает Не хочет Он находит причины Да Которые ему мешают Я не пойду Потому что он не хочет Завод волнусь Вот родители воспроизвели На свет Уже должна Уже Чувствуешь долг Долг А кто их просил Она просила А это не надо просить Не надо просить А что ты без меня И что И не будешь Тому человеку Который меня обижал Я не чувствую Сделай это по любви Я прервала отношения Живу спокойно и счастлива Это не по отношению К родителям Мне может быть чужой человек Подавить больше любви Да И моей жизни Я к нему приду Я его до конца И буду ухаживать И похоронила И все сделала Потому что У нас вот была Вот такая связь И это не совсем Не стройка Накромной связи Никакие нравственные законы Это законы жизни Это мои законы Законы на угли А вот то что вы говорите Законы нравственных Это долг Я должна А кому я должна Любовь и долг Я скажу где Нравственность Это то что нравится Когда ты делаешь что-то Никакого насилия Когда ты делаешь что-то Но не говоришь Что тебе Не навязываешь это Как долг Другому человеку отдать Ты отдаешь Не для того Чтобы что-то вернулось А просто даешь Потому что ты хочешь это Потому что это из чувства любви И назад ты ничего не ожидаешь Когда ты ожидаешь назад Это ты гоняешь человека в долг Ты даешь ему деньги И ожидаешь Что он ему тебе отдаст Их с процентом Но если ты дал человека Ты знаешь У меня была днема Я всегда Всегда проходил Вот ну нищие Просят возле Там на перекрестках Возле магазинов Бабки стоят Там Еще кто-то Просят Этот самый Денюжки Да Бабки просят бабки И у меня все Это всегда такое Двоякое чувство И вот Дать Не дать Дать Не дать Не то что мне жалко Эти копеек Нет Но Я начинаю Проанализировать Такие моменты Которые О которых я слышал Что эти бабки Там они Там эти деньги Главное вопрос Сколько дать Будешь обидеть Эти нехщие Да И потом я понял Когда я созрею Чтобы давать Вот когда я созрею Я буду давать И не думать О том Что я делаю Потому что иногда Я давал и думал Вот я дал Вот когда я перестану Так думать Тогда я буду давать Или не давать Как я посчитаю Им нужно А когда это Филарет Московский Сказал Пусть подаяние Запотеет В твоей руке Не спеши Созревать Вот в таком плане Где А все-таки Суть Долга Что такое Разве Не страх Фундамент Вот этого чувства И страх Тоже И чувства По-моему Он и есть Все остальное Если человек не боится Да он Свободен Он не должен Свобода Собственно Что такое Свобода Это бесстрашие Бесстрашие Свобода Это бесстрашие Страх Это первый признак Того Что ты не свободен Ну а есть ли люди Без страха Наши компания Где все всего боятся Родичка на страх Они говорят Тебе страшные Ну потому что Человек без страха Это сумасшедшие Нет Ну это Разбор Нет Страх Божий Должен быть Страх Самосохранение В первую очередь Часто Долг Да чаще всего Долг Используется В качестве того Чтобы тебя контролировать Тебе дают Вдол Вот то что ты говорил Там с Америкой Происходит Они всем Дают в долг И говорят Что они помогают Они помогают Но они дают в долг Чтобы закабалить Чтобы эксплуатировать И чтобы Держать это под контролем Не просто Когда Под контролем Насилию подвергать Потому что Если ты дашь долг Бесстрашному Человеку Который не собирается Тебе возвращать Его надо Насиловать Чтобы он как-то Отрабатывал Бесстрашному Бесстрашному Кагалому И несправедливо Вопрос Почему в вашем окружении Такого человека Зачем выдаёте Хочешь избавиться От человека Дай ему в долг Это вот Работает Хочешь освободиться Да ну Собственно Мы с этого начинали Человек может вернуть И потом Да Ну это Вопрос мы затронули На самом деле Как оказалось Очень серьёзный И получается И я боюсь Берёшь чужие Отдаёшь свои Ну да Навсегда Что Здесь Каждый Всё-таки К общему пониманию Вряд ли мы придём Но в принципе Общие какие-то Принципы Они прозвучали А общего понимания Нет Всё это настолько Индивидуально Но давать там Нищему Не давать Ну чем не общее Понимание Долг это страх Чувство долга Это чувство страха Опасность Я не согласен Почему Ну почему Но проверь Чувство ответственности Это то же самое Ты понимаешь Скажем так Не только страх Там много Я говорю В основе В основе страх Просто есть Ответвление Но это ствол дерева Инстинкт Самосохранения В первую очередь Лежит в основе Долга Если мы не будем Выполнять Необходимые вещи Для самосохранения Ну мы долго Не протянем Ну всё правильно Вот православная Концепция Вполне согласуется С православной Концепцией Ну ответственность Если ты не выполняешь Заповедь Ты будешь просто Наказан Непомилован А что ж крестьяне Не исполняют Зачем берут Давайте так Вот есть теория Ну а какой мы религии Теория Она как раз таки Это В теории мы все стремимся Даёт закон Который Все должны исполнять То что там Он исполняется И не исполняется Это другая тема Это уже практика Да это уже практика Об этом можно тоже Одинно говорить Но есть закон Вот там это всё Орегламентировано А любовь Она отменяет закон Любовь Она отменяется Вот И я кстати говоря Хотел сейчас вот спросить Это о чём говорили Женская позиция Кстати говоря Вот она всегда такая Ну возвышенная Правильная Светлая Интуитивно Правильная Любить И долг Это да Это всё здорово Я двумя руками за Но смотрите Мы живём В довольно таки Агрессивном Жёстком мире Если мы будем Всепоглощающую любовь Источать вот Каждому человеку То не растратим ли мы себя И не принесём мы себя Сто процентно в жертву И не искореним ли мы Тогда вообще Если она тратится То это уже не любовь Подождите Подождите Вот допустим Она тебе исчерпает Я получил зарплату Я там возвращаюсь Встречаю соси Первый этаж Второй этаж Третий Пятый Всем даю в долг Всё Раздал свою зарплату И из любви Понимая Что никто из этих Моих алкоголиков Соседей Мне эту зарплату Не вермёт Разве это любовь? Любовь Я их люблю К себе Это не любовь А подождите Вот к себе Значит Если любовь Почему страх? Потому что страх Вы живёте с алкашами А смотрите А у нас разве У нас разве Общество Идеально Боюсь Что побьют Подождите Подождите Тогда вы сейчас Говорите о том Что давайте мы Сделаем между собой И вот в этом Между собой Будем там Из любви давать А если Давайте Не такой любовь Сначала Мне устраивается Определение Ну подождите Давайте не усложняем Давайте не усложняем А мир вокруг Такой Как вы себе Его представляете Вы творите Своими мыслами Своими Почему Ваш мир Сложный И жестокий Ну подождите А у меня Не сложный И жестокий У меня замечательный мир Я живу Прекрасно Мит Вы ограничили Алкоголиков Вы ограничили Их в вашем мире Нету Потому что Вы сделали стенку Ну подождите У нее только Хорошие Аккульники Смотрите Вы живете В идеальном мире И это можно добиться Но путем Воссоздания Этого окружения Вокруг себя Это работа Чтобы жить В идеальном мире Если допустим Вас там В тюрягу Если какого-то Человека Посадят В тюрягу Он будет Вынужден Сидеть Вместе С людьми И взаимодействовать Вместе С людьми Которые Без Принципа Без Случайно Подделали документы И упекли Случайно Подделали документы Не-не-не Ему Подставили Допустим Упекли в тюрягу И переписали Имущество И вот этот Добрый Хороший Человек Сидит В тюряге И он Вынужден Взаимодействовать С людьми У которых Нету Понятия Долга Нету Поднятия Ответственности Они попросили Дай им Дай мисочку Твоей кашки На Бери Съешь Второй Третий День Четвертый На пятый День Он голодать Будет Потому что Они ему Кашу Свою Никогда Не вернут Даже В тюрьме Отлично Давайте Мы попробуем Договориться С этими Сколько Процентов Пожизненными Понимаете Есть тип Людей Договориться И как тогда делать Не давать им кашу Алексей Договориться Можно с любым Человеком Если ты Если ты Внутренне Спокоен Если ты Внутренне Спокоен Не агрессивен По отношению К нему Не Смотришь На него Сверху вниз А Разговариваешь С ним На равных С любым Человеком Можно договориться И Люди Люди Не могут Быть Настолько Ну Сидящие в тюрьме Допустим За Огромное За убийство Допустим Они не могут Быть Абсолютно Отморожены В плане того Чтобы Не Это исключения Как в любом Правиле Есть Исключения Но Как правило Человек Изначально То что В нем Заложено Вот это Моральные Какие-то Гены Моральные Законы Которые Не Это не как Долг А как Ну Я не знаю Как это назвать Я не знаю Дети играются В песочнице Там До Трех До Четырех Лет Они У них идет Коммуникейшн У них идет Общение У них идет Какая-то Это самое Они У них еще нет Этого чувства Долга Что они должны Отдавать Игрушки Кто-то Забирает Игрушки Кто-то Делится Идет Нормальное Общение Вот Как только Они вырастают Приходят В школу Начинаются Ты должен Этому Ты должен Этому Ты должен Тому Понимаешь И в тебя Закладывают Программу Что ты по жизни Кому-то Что-то должен И не дай бог Ты это не отдашь Вот это чувство Вины Что ты не сможешь Отдать Никогда В жизни И что этот долг Перейдет на Твоих детей Вот это Вот это Чувство Вины Оно Оно съедает Людей Вот это Несоответствие Реальности В которой Человек живет Вот и этих Законов Которые ему Навешивают Поэтому Этот долг Он По-моему Он разрушает И психику Он разрушает Отношения И реальную гибность Делает человеком Заставляет его думать На несколько Ходов вперед Это Ответственность За свой поступок Или бездействие А съедает Как раз Бесстрашие А кто тебе сказал Что человек Это храмя Я недавно узнал Что Банк Не имеет права Я такого не говорю Это тебе будет интересно Раз ты Что Сбербанк Не имеет права Отдавать кредиты То есть Если ты взял кредит Ты можешь не отдавать Получается Вы потом Это скажите Если вам Да Но Как бы Но через суд Можно там С ними бодаться Типа Пытаться доказать Естественно Я вам больше скажу Есть практика Если человек должен Меньше 10 тысяч И даже коллектор Или ты уже там Злостный Призлостный Уже там Накрутили Санкции Всяких штрафов Не будут они С тобой возиться Им не рентабельно Они занимаются Более жирными Клиентами Гусями Поэтому Высокий такой процент Потому что риск Очень большой Ты учишь нас Больше 10 Не брать Советую Алексей Давай послушаем Диму Я хочу Дима Общество Требует Хотят Все хотят Болос за кадром Со стороны Что там Мы сидим А люди стоят Да Страдают И даже чай не пьют Что скажешь Со стороны Объективные наблюдатели Ну ты не долг Мы тут эти Подопытные зверюшки Мы просто подопытные Давайте спросим Человека Который возвышается Над нашими Брендными проблемами Да Пока нечего С высоты Птичьего полета Что тут видно Ну тут видно Главное чтобы Клуб позитивного общения Не перерастал В дискуссионный клуб Как бы Что когда Другому все спорят А чем разница Тогда Что надо соглашаться Нет Потому что Встречаются разные интересы И разные Плюсы А это получается Что мы время теряем Позитивно куда-то уходят Чтобы все с плюсиками Было заявлено Чтобы это можно применить Было В повседневной жизни Как я это обычно говорю То есть допустим Какие-то психологические приемы Которые можно использовать А не просто Вот так опять Ля-ля-ля И все разошлись Ну предложи Психологический прием Продолжить несколько тем Была предложена Одна тема И получается Что эта тема Настолько Для всех Важна Актуальна Что мы просто На другие темы И не вышли И эта тема поглотила Да мы зацепились Только тем попутно Вот Алю Верина Говорила А я вот считаю Что любовь Это как раз Стимул А где-то может Даже такая анестезия Когда Ну тяжелые Какие-то Обязанности Выполнять легче Когда ты любишь Ты чувствуешь Нагрузки какой-то Ты это делаешь Потому что Тебя оттуда не Да Ну Мы же знаем Что это Это сочетание гормонов Которых мы испытываем Эйфорию Иногда мы глупостей делаем Откровительно Мы же не гормоны Просто вот Любовь У нас с ним Теплая Платоническая Любовь Гормоны Это Бывают Те дети Которые ненавидят Родителей Там Конечно Это все равно Гормоны Это или не гормоны Это Любовь Просто Помогает Преодолеть Отвращение Какой-то Деятельности Рутинной Болезненной Это замечательно Если человек Умеет В себе Возбудить Вот этот букет Гормонов Правильный Ну Счастливый человек Это умный человек Юрий Ну смотрите А если не умеет Такому чувству Подолго Да К тому Да Это как Ну там Юрий Цезарь Говорил Должен забывать Нет Нет Если все равно Не забыл Кто-то из Этичных Говорил Друзьям все А врагам закон А остальным закон Вот так вот Друзьям все Остальным закон Если бы у людей Из головы Вот сейчас Взять и убрать Чувство долга Тогда Поплывет и совесть И ответственность И все прочее На чем держится Это чувство долга Конечно А если бы был у человека Этот внутренний компас Просто он есть Изначально Чтобы вам не говорили Кто-то что вы должны делать А что бы вы делали А мы все время Жалуемся на то Что у нас правительство Плохое А оно не плохое Просто если бы его не было А что бы было Мы бы сидели сейчас И наверное бы не чай пили А подрались бы Потому что чувство долга Закон Там тюрьма Ну вот у нас тут нет Такого ярко выраженного правительства О том что такое долг Вообще Там просто как бы Ну упрощение Манипуляции Ну об этом даже Говорит я думаю Сейчас не стоит Алексей Что-то хотел еще добавить Нет Поступило предложение От Александра Он его озвучит Мне вот бумажка попалась Я считаю Не зря Виктор ее прочел Да Просто будь собой Потому что нет никого лучше А где эти бумажки дают Вот Каждого своя Да И я считаю Что человеку Всегда приятно Говорить о самому себе Вот психологи Меня поддерживает Вот Я хотел бы сказать Что меня вот заботит В последнее время